Новый день пути Олимпийского огня Путь огня лежал по улице Рождественской, куда он попал через Канавинский мост На пути Олимпийскую эстафету на всех этапах встречали жители Когда скрывался из виду огонь, оставались эмоции Я очень рада, мне очень понравился Олимпийский огонь Он очень красивый, надеюсь, что наша страна победит в этих Олимпийских играх Удачи! Удачи желаю только неудачникам, они молодцы, счастье, что вы выиграли Ажиотаж вокруг фекелоносцев не утихал ни на одном из участков пути Ура! Честно говоря, это чувство радости и гордости за то, что не будучи спортсменом я могу участвовать в Олимпиаде Мне кажется, это самое главное, что можно было придумать Когда мы ощущаем Олимпиаду как праздник всех людей, а не только спортсменов За время эстафеты Олимпийский огонь поднимался в космос и опускался на дно Байкала Его везли на собачьей оленей упряжке, на русской тройке Вчера на стадионе труд на коньках Сегодня Олимпийский огонь идет по Волге Следом за ним на судне на воздушной подушке идет и мой коллега Ярослав Гунин Все подробности у него Спасибо, Валентина! Погода подняра помогает вечным прогулкам В ваге, говори, все равно популяться В океановском на судне, или как называют его сами участники эстафеты На альтернативном транспорте стал заместитель председателя законодательного собрания Нижегородской области Александр Табачников Несмотря на ветер и мокрость снег на носу судна, он стойко держал факел с огнем Завершив круг почета по акватории Волги, огонь вновь вернулся на землю Генеральный партнер Олимпиады, компания Volkswagen, представила площадь своего автосалона для размещения в нем пункта сбора факелоносцев Здесь учат тому, как правильно нести факел с огнем, что можно и что нельзя делать Например, факел нельзя переворачивать и нельзя браться за пластмассовые части Зато с факелом можно прыгать, бегать и размахивать После инструктажа факелоносцы выходят на маршрут Министр социальной политики Нижегородской области Ольга Носкова продесла факел по улице Горького Как призналась министр, бежала она не просто так С огромной надеждой на победы наших олимпийцев в Сочи Поэтому за победу в Сочи мы сегодня и бежим Сделав небольшой круг по исторической части Нижнего Новгорода, огонь вернулся на площадь Горького Оттуда по главной пешеходной улице Нижнего Новгорода он проследовал в сторону Кремля На покровке огонь приветствовали тысячи нижегородцев Одним из последних к эстафетий Олимпийского огня присоединился заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский В прошлом олимпийский чемпион Огромное количество людей хотел бы поблагодарить всех нижегородцев, которые пришли сегодня поддержать Олимпийский огонь ниже Новгороде Финиш Олимпийского огня состоялся на площади Минина Пока огонь шел до нее, собравшись, разогревали творческие коллективы Собравшись, с нетерпением ждали, когда факел с огнем поднимется по Чкаловской лестнице Право внести факел на площадь Минина было предоставлено олимпийской чемпионке Елене Посевиной Кульминацией праздника стало зажжение городской чаши Олимпийского огня Чаша будет в нашем музее Я думаю, что некоторые поколения спустя все будут смотреть на нее с большим воодушевлением И вспоминать, что когда-то здесь, в Нижнем Новгороде, был Олимпийский огонь Елена Посевина рассказала, что миссией завершить шествие Олимпийского огня по городу она очень гордится Чемпионка очень довольна, разве что вес факела не на каждую девушку рассчитан Если честно, так вроде бы нормально, когда держишь его продолжительное количество времени То рука стекает немного, но это очень приятная миссия Участие в празднике на площади Минина и Пожаровского приняло несколько тысяч человек После того, как огонь был погашен, на сцене развернулось концертное действие Из Нижнего Новгорода Олимпийский огонь отправился в Саранск Валентина Тимолина, Ярослав Гунин, Сергей Коваль и Илья Федулов Горький ТВ Валентина Тимолина, Ярослав Гунин